Меггер Хотел показать краткий обзорчик своего Меггера. Меггер это такое общее название подобных приборов. Меггер это торговая марка конкретного изготовителя. Но собирательно такие приборы тестеры изоляции называют меггерами. Не самая дорогая модель, но для жилищного электромонтажа вполне хватает. В этом режиме проводится измерение сопротивления, сопротивление изоляции под напряжением. То есть качество изоляции я вам покажу на конкретном примере на объекте. И в данном случае пробники вставляются в дальние два отверстия. Причем земля, то есть защитный ноль, рабочий ноль подключается к правому. Я обычно вставляю черный. Внутренний два это для измерения сопротивления без напряжения до 2000 Ом. Или постоянного тока до 1000 Вольт. Или переменного до 750. Есть подсветка. Это вполне удобно. Есть режим, когда она будет держать показания на экране, чтобы показать, что там замерено было. И подключив два пробника к двум проводам, между которыми испытываем изоляцию, вот это режим, когда включаете испытательное напряжение. Если повернуть кнопку, она остается в нажатом положении. Обычно такое требуется для испытания моторов. Для простой изоляции в электромонтаже, как только стабилизируются показания, в принципе, это и является конечным, точным показанием. На первых порах я держал 10 или 30 секунд. Но, в принципе, как показания стабилизируются, то это показание обычно и бывает конечным. Я исключения этому не видел. И, в принципе, по инструкции к этому прибору, так и говорится, как только стабилизируются показания, при испытании электропроводки это показание конечное. Дольше держать напряжение смысла не имеет, во всяком случае, для этого прибора. Единица, показание единицы означает, что это запредельное. То есть сопротивление изоляции выше верхнего предела измерения прибора. То есть изоляция в порядке, грубо говоря. Ну и покажу вам конкретные примеры его применения на объекте. Поспешу добавить, что в обычной работе я провожу испытания изоляции или на 250, или на 500 вольтах. 1000 вольт смысла не имеет. Можно попробовать, но согласно практике и инструкции к большинству мейгеров, там, говорится, не делайте. Можно повредить изоляцию, хотя сила только минимальна, но и смысла не имеет. Старая изоляция, например, до конца 70-х годов, она рассчитана на 300 вольт. Была современная, она 600. Нет-нет, увидите, кабели и провода рассчитаны на 1000 вольт. Но испытания 500 вольтами, в принципе, это все, что вам нужно. Хотел показать, как измеряем целостность изоляции под напряжением, или, грубо говоря, как мы мегерим. Старый отрезок провода, 3,3, достаточно длинный, идет от щитка до будущей ванной комнаты. Подключаю контакт земли к кожуху, к чехлу. Подключаю фазный контакт, пройдя по ложному, подаем напряжение. Вот так. Один, значит, запредельное, то есть изоляция в порядке. Ну, на всякий случай, повышаем напряжение до 500. Теперь подаем напряжение. Все в порядке. Следующим делом проверим между нейтралью и фазой. Теперь проверяем между нейтралью и фазой. Все в порядке. А теперь измеряем нормальное сопротивление без напряжения. Всего 1 Ом. Ну, скорее всего, меньше между защитным нулем и рабочим. В принципе, как должно и быть. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова